МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взаимодействие белорусской милиции и полиции Российской Федерации находятся на высоком уровне. Об этом говорят не только руководители структурных правоохранительных подразделений, но и реальная оперативная работа. В рамках взаимодействия наибольшее количество преступлений раскрывается в сфере нелегального оборота наркотиков, борьбы с киберпреступностью и реализации контрафактной алкогольной продукции. Последний пример – задержание на привокзальной площади наркоторговца из России, который у себя на родине не стал дожидаться обвинительного приговора и пустился в бега. В результате преступных действий этого человека суд Чкаловского района города Екатеринбурга приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 11 месяцев. Однако подсудимый, который на тот момент находился под домашним арестом, решил не сдавать себя в руки правосудию и попросту не явился на заседание суда. В итоге злоумышленник был объявлен в международный розыск, но задержать его смогли только сотрудники уголовного розыска Гомельской милиции. Они получили ориентировку от российских коллег и взяли наркодельца практически сразу после того, как он вышел из поезда. В настоящее время молодой россиянин находится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции его в Российскую Федерацию. Выехали на конфликт и, можно сказать, предотвратили внутрисемейный теракт. 61-летний житель Лоева в процессе скандала пригрозил сыну, что если к нему сохранится нехорошее отношение близких, то он зарвет дом вместе со всеми. Милиционеры смогли развязать Гордиев узел из семейных неурядиц, но угрозы мужчины не оставили без внимания и через несколько дней провели в его домовладении тщательный обыск. Как оказалось, пустых слов на ветер Лоевчанин не бросал и при желании мог взорвать не только свой дом, но и соседние строения. Заглянувшая в гости к пенсионеру следственно-оперативная группа обнаружила целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 50-мм минометную мину, 39 патронов калибра 7,62 мм, запалы к гранатам и металлическую каску военного времени. Затем к военной коллекции прибавилось 58 строительных патронов. Со слов владельца, военные трофеи он собирал в лесу, когда ходил туда за грибами и ягодами. Территория возле дома была оцеплена правоохранителями и вызвана саперно-пиротехническая группа войсковой части 55-25. Саперу, изучив состояние мины и запала к гранате, приняли решение уничтожить ее в карьере. Патроны также направлены были на баллистическую экспертизу. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия. Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть человека, тройной арест и начало уголовного процесса. В Добруши четыре местные женщины отметили праздник 8 марта. Одна из них подверглась жестокому избиению своей подругой, а также рукоприкладству со стороны дочки последней ее знакомой. Абсолютно все представительницы слабого пола находили в состоянии алкогольного опьянения. Представители правопорядка признаются, что Международный женский день в Гомельской области так еще не отмечали. Это произошло накануне праздника 8 марта. Две неработающие жительницы Добруши не только не упустили повода, чтобы выпить. Глушить горькую начали с утра. Когда водка закончилась, хозяйка дома попросила подругу покинуть ее апартаменты. Когда гостья вышла, то вспомнила, что забыла сумку. Однако хозяйка не захотела снова впускать ее в дом. Так завязался конфликт, о котором рассказали следователи со слов подозреваемой. В итоге обиженная женщина пошла домой, заручилась поддержкой своей нетрезвой дочери и ее подруги. И вернулась с ними к обидчице, чтобы устроить разбор полетов. Буквально с порога дамы пустили в ход кулаки и все подручные средства. Сын хозяйки в этот момент спал и не слышал, как его мать взывает о помощи. При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть гражданки наступила в результате черепно-мозговой травмы. При экспертизе обнаружено, что гражданке было причинено не менее 10 травмирующих воздействий в область головы тупым предметом. В итоге на лице потерпевшей не осталось и живого места. Ночь на 8 марта она не пережила. Тревогу наутро забил ее сын. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа, и вскоре все подозреваемые были задержаны. При этом мать всю вину переложила на дочь, а дочь на свою мать и подругу. Они к уголовной ответственности не привлекались, имеют привлечение за распитие спиртных напитков. В настоящий момент в том числе дается оценка деятельности органов внутренних дел по полноте проведенных с их стороны профилактических мероприятий в отношении этих лиц, потому что они однократно привлекались к административной ответственности. Девушки и 42-летняя женщина отправились в изолятор временного содержания. Им предъявлены обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Акция «Уступи дорогу спецтранспорту» прошла на улице города Гомеля. На дороге выехало сразу несколько экипажей ГАИ и спецмашин с включенными маячками синего и красного цвета. Водители, которые ехали в попутном направлении, а при отсутствии разделительной полосы и навстречу, согласно правилам дорожного движения, должны были остановиться на обочине, а при ее отсутствии занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться. Начинать движение, согласно правилам, разрешается после проезда автомобиля с включенными маячками синего и красного цветов. Однако, как показал рейд, выполнять эти требования многие не спешили, а некоторые и вовсе не реагировали на сигналы. «Когда торопишься на вызов, неважно, это скорая, пожарная или сотрудники милиции, водители зачастую проверяют невнимательность и каждая минута всегда на счету. То есть где-то погибает человек, либо срочно нужно оказать помощь. Поэтому госавтоинспекция всех водителей призывает, будьте предельно внимательны на дороге. Если вы видите автомобиль оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками, обязательно уступайте дорогу. За данное правонарушение, скажем так, пренебрежение правилами дорожного движения предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин, либо лишение права управления сроком на один год». Такие акции на территории области проводятся на регулярной основе раз в три месяца. Только за время этого рейда в Гомеле было составлено более 10 протоколов. В Гомельском районе за незаконную транспортировку в особо крупном размере добытого улова три рыбака рыболовной артели будут привлечены к уголовной ответственности. На прошлой неделе в ходе рейдовых мероприятий, проводимых работниками Инспекции охраны животного и растительного мира в районе деревни Студеная Гута, был остановлен автомобиль, в котором была обнаружена озерно-речная рыба. В ходе разбирательства было установлено, что трое граждан, находившихся в автомобиле, работают рыбаками у арендатора нескольких рыболовных угодий области и возвращаются с промыслового лова. В автомобиле находилась озерно-речная рыба вида жерех обыкновенный и лещ в количестве около 150 особей. При этом документов, подтверждающих факт транспортировки или приобретения указанной рыбы, у данных граждан не было. Согласно законодательству Республики Беларусь, непосредственно по окончании промыслового лова рыбы необходимо производить ее сортировку и взвешивание. Во избежание возможного хищения в тоневом журнале и товарно-транспортной накладной должно быть указано количество выловленной рыбы. Однако это правило рыбаками было нарушено. Инспекторами немедленно была вызвана следственно-оперативная группа Гомельского РУВД, которая тщательно произвела осмотр всего имущества, находившегося в автомобиле. По факту незаконной транспортировки и ненадлежащей организации добычи рыбы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Областная инспекция охраны животного и растительного мира также сообщает, что лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Гомельской области запрещается с 20 марта по 18 мая, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега, без захода в воду. Кроме общих запретов на лов всех видов рыб, установлены также конкретные сроки запретов на отдельные виды. Так, например, с 1 марта по 15 апреля установлен запрет на щуку обыкновенную. Сторож одного из добружеских предприятий пошел на дело и погорел на слабых нервах. Продвигаясь ночью на личном автомобиле по райцентру, мужчина неожиданно наткнулся на экипаж ГАИ. Резкая смена маршрута движения, уход от погони, бегство при задержании только усложнили его положение. Подробности криминальной истории в материалах наших корреспондентов. В ночь субботы на воскресенье, увидев сотрудников госавтоинспекции, водитель резко свернул на другую улицу, чем и привлек внимание инспекторов. Заметив преследование, водитель автомобиля стал набирать скорость, на требования остановки не реагировал. После 20-ти минутной погони, выехав за город, инспекторы по радиостанции попросили о помощи. На 25-м километре автодороги Тереховка-Добруш коллеги из спецподразделения «Молния» подготовили засаду. Растянули лиану и для обеспечения безопасности за 15 метров до неё выставили предупреждающий знак. По правилам реагирования был выставлен ОМОН. Однако преследуемый проигнорировал все предупреждения и, не сбавляя скорости, наехал на шипы. Осознав, что без давления в колёсах далеко не уедешь, водитель свернул в лес, где попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками ГАИ. Водителем указанного автомобиля оказался житель Добруша, сторож местного предприятия, у которого в багажном отсеке было обнаружено 10 витков медного кабеля. На вопрос, почему он не остановился по требованию сотрудников ГАИ, он ответил, что боялся административной ответственности. На данный момент мужчина находится в ВВС, на него составлены административные протоколы, в том числе за многократные факты превышения скорости и невыполнение требований об остановке транспортного средства. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества предприятия, в котором работал задержанный. Сотрудники Управления Следственного комитета по Гомельской области с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного и обоснованного принятия решения по уголовному делу, дополнительно устанавливают свидетели ДТП в Рогачевском районе. 23 июля прошлого года примерно в 12 часов на 175-м километре автодороги Кричев-Бобруйск-Ивацевичи водитель автомобиля Volkswagen Passat при совершении обгона автомобиля Suzuki Hatchback, двигавшегося в попутном направлении и приступившего к повороту налево в попытке объехать препятствие, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажирки автомобиля Volkswagen Passat, в том числе 10-месячная девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии с просьбой сообщить об этом по телефону 80-232-70-45-49, 80-29-333-3205. И это все, что мы успели рассказать сегодня. Смотрите де-факто по четвергам на телеканале Беларусь-4. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok